Библиотека Архангельский литературный музей предлагает вашему вниманию мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Северная берегиня». Культура древних славян немыслима без тряпичных оберегов в виде кукол. Каждая из них выполняла свою функцию и имела свою историю. Некоторые из них так и остались до конца неразгаданной тайной. Одной из таких куколок является Северная берегиня. Ее происхождение до сих пор остается загадкой. По одной из версий, берегиня называется Северной, потому что ее место было в северном углу дома. Согласно другим поверьям, кукла пришла в европейскую часть из северных широт. Внешне кукла очень похожа на метелку, поэтому с ней ходили по дому и символически выметали из него зло и нечисть. А еще она похожа на трещотку. А трещотка – это атрибут шаманов для отпугивания злых духов. Поэтому версия с приходом куколки из северных широт похожа на правду. Северная берегиня – это семейный оберег. Этого нельзя понять по названию куколки, но технология изготовления ее чутко говорит о том, что такой талисман делали для всего семейства. Для изготовления куклы брали лоскутки ткани из одежды всех членов семьи. Использовали эту куклу для укрепления духовной связи между членами семьи, для защиты семьи от внешних угроз, сглаза, порчи, завистников, для устранения конфликтов и недопонимания, для очистки энергетики и поддержания благоприятной атмосферы в доме. В центральную часть куклы размещали кусочек материи из одежды того, кто больше всего нуждался в защите. Это мог быть ребенок или взрослый. Таким образом, мастерица укрепляла энергетику всей семьи и создавала крок защиты для самого слабого. Считалось, что кукла объединяет воедино энергию всех членов семьи, соединяет ее крепкими узами. Берегиня отводила несчастье, защищала хозяев дома от беды, дурного глаза, создавала атмосферу спокойствия и взаимопонимания в семье. Попробуйте сделать эту куклу вместе с нами. Для изготовления нам понадобятся разноцветные кусочки ткани ярких оттенков для туловища куколки. Семь штук размером 8 на 20 сантиметров. Число семь с древних времен ассоциируется со словом «семья». Еще нам понадобится красный лоскут для платка размером 12 на 12 сантиметров. Полоска светлой ткани для личика 4 на 12 сантиметров. И красная нить. Семь отрезков ткани раскладываем на поверхности стола и складываем вдвое по длинной стороне. Края каждого из лоскутков заворачиваем внутрь, к серединке. Теперь собираем все полосочки вместе. Порядок их наложения одна на другую не имеет значения. Комбинируя цвета, исходим из своих предпочтений. Берем отрезок материи для лица и складываем пополам в ширину. А потом еще раз, но теперь уже в длину. Оставшийся кусочек закручиваем кругляшком. Получилось личико. Заготовку из семи лоскутков складываем посередине. Под местом сгиба размещаем белый кругляшок личика. Обвязываем нитью в области шеи. Должна получиться фигурка, похожая на опущенный веер или щеточку. Делаем платочек. Квадратик красной ткани складываем пополам, угол к углу. Торчащие по бокам кончики обвязываем красной нитью. Таким образом формируем ручки нашей куклы. Прикрепляем платок к куколке. Для этого накладываем его поверх головы так, чтобы треугольник материи оказался сзади. Опускаем ткань за спину и еще раз подвязываем голову нитью. Оберег северная берегиня готов. Теперь готовую куклу можно поставить на видное место в красный угол. Творите вместе с нами и получите радость от своего творчества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...